Здравствуйте, дорогие коллеги, здравствуйте, дорогие товарищи. У нас сегодня диалог с Олегом Олеговичем Камоловым, кандидат экономических наук, доцент. Он и в Институте экономики Российской Академии наук, известный ученый и в университетах Москвы. Поэтому, я думаю, вам он будет весьма интересен. Ну и значительная часть тех, кто смотрит YouTube, знают Олега Камолова как одного из инициаторов и лидеров программы «Простые числа», чьи ролики широко известны левой и не только левой аудитории. Мы сегодня договорились обсудить тему, с одной стороны, предельно широкую, но с другой стороны, очень важную, и постараемся ее сделать конкретной. Тему о специфике системы капиталистических отношений, наверное, в первую очередь, социально-экономических, поскольку и Олег, и я специалисты в области политической экономии. Специфику по отношению к тому, что было в эпоху Маркса, специфику по отношению к тому, что было в эпоху Ленина и Розы Люксембург, да, может быть, и в середине XX века. Это первая тема. И вторая тема нашего диалога – это проблема особого положения России в этой мировой, с одной стороны, глобальной, с другой стороны, деглобализирующейся системы. Я не знаю, какую... То есть, ну, я догадываюсь, какую точку зрения представит Олег. Думаю, что мы не слишком будем различаться по взглядам. И, естественно, положение нашей страны, как страны полупериферии, с большими отличиями вследствие исторического пути и многого другого – это тоже важный вопрос. Не знаю, останется ли у нас время, или, может быть, мы зарезервируем еще одну встречу поговорить о том, какие предпосылки для общества будущего, для социализма, я бы сказал, для царства свободы, коммунизма, создаются в этой системе. Но, скорее всего, это будет когда-нибудь потом, если будет вообще. Но я надеюсь, что будет. Олег, ну, мы знаем позиции друг друга, но, тем не менее, поскольку вы приглашены на канал «Альтернативы», к вам большая просьба начать этот разговор. Может быть, ваши основные характеристики, чем система капитализма, с акцентами, какие вы захотите, отличается от того, что было 150 и 100 лет назад? С одной стороны, капитализм, пожалуй, каким был, таким остался, но, с другой стороны, конечно, потерпевает внутренние качественные преобразования. Остался он таким, каким был, поскольку капитализм есть система, основанная на, в принципе, частной собственности, рынках труда, капитала. И уж поскольку капитализм таким был в XVIII веке, он таким остается и сегодня. Никакой из этих элементов не исчез из современной системы производственных отношений. Поэтому, как бы многим нашим либеральным коллегам не хотелось назвать, например, российским капитализмом и не капитализмом вовсе, а феодализмом или каким-нибудь еще строем, но только вот не рынком, не капитализмом и не той системой, которую мы импортировали в западном мире 90-е годы. Нет, это капитализм, поскольку его основные характеристики, основные его черты сохраняются и проявляются в современном мире почти в том же виде, как их описал Маркс. Но есть некоторые качественные отличия, которые для того, чтобы их найти и описать, и, собственно, использовать для формирования грамотной политической повестки, нужно подходить к анализу капитализма как к живой системе, которая внутри себя имеет внутренние противоречия и в соответствии с этими противоречиями развивается и внутри себя меняется, при этом сохраняя свои основные родовые черты. Так вот, мне кажется, что главными свойствами капитализма, в рамках которых он проходит качественные преобразования, это два процесса глобализации и монополизации. Вот вся история капитализма – это история его расширения, расширения центра, который охватывает все больше и больше периферию, распространены на него свои экономические путы, в разных формах глобализация проявляла себя в разные времена, но, в конечном счете, этот процесс продолжался всю историю капитализма, ускоряясь, замедляясь в разные эпохи. Я думаю, мы сегодня об этом поговорим. И второй, как я сказал, важной чертой капитализма является постоянный процесс монополизации через закон накопления капитала, который появляется всегда в форме централизации капитала и в форме концентрации капитала. Концентрация капитала, как известно, представляет собой превращение прибавочной стоимости в новый капитал, то есть создание новых производственных мощностей, ну а централизация капитала, есть объединение уже существующих капиталов посредством слияния и поглощений. Так вот, сегодня мы пришли к такому состоянию капитализма, который посредством накопления капитала представляет собой уже не конкурентную среду, а место, в котором друг с другом противостоят, делят рынки, ведут борьбу на уничтожение и разным иным образом взаимодействуют крупные центры накопления. И интересы этих центров накопления напрямую влияют на формирование современного политического пространства. Поэтому сегодня вы, Александр Данимович, затронули тему деглобализации, деглобализирующего современного мира. Это проявляет себя в политическом поле, в разных формах противостояния национальных государств. Россия против Соединенных Штатов, США против Китая. Европа также ищет в России своего врага и пытается закрыть Китаю доступ на свой европейский рынок. Все эти политические события в конечном счете представляют собой выражение противоречий разных центров накопления капитала. И сегодняшний мир, сегодняшняя политическая нестабильность, сегодняшние политические противоречия представляют собой как раз эту самую борьбу за новый передел мира, за новый передел рынков. И все это обращает нас к трудам классиков столетней давности, которые также писали о переделе мира, о борьбе разных групп капитала за господство в мировой экономике. Если Ленин называл этот период эпохой империализма, то, в общем, сегодня мы можем сказать, что мы продолжаем жить в эпоху империализма, но только в новой его качественно новой стадии, которую можно назвать эпохой неолиберализма. Эпоха специфическая, эпоха, пришедшая на смену периода регулируемого капитализма западного мира, эпоха, основная на принципе варварской эксплуатации дешевой рабочей силы. Так вот, апогеем неолиберального развития современного капитализма стал этап деглобализации. Да, мировой капитализм пришел к своему некоторому промежуточному такому экстремуму. Прежние темпы экономического роста теперь кажутся чем-то навсегда ушедшим в историю недостижимым. И для того, чтобы капитализм нащупал новые источники своей экспансии, он переживает внутреннюю трансформацию и ищет новые способы сожительства и сотрудничества в мировой экономике. И вот как раз нынешний этап противостояния крупнейших центров накопления — это поиск новой формы, нового этапа в развитии капитализма, новых форм становления производственных отношений, в которых особую роль будут играть и новые технологии, и новые социальные институты, и новые политические модели. Но это все уже темы, которые мы, наверное, сегодня рассмотрим самое более детально, пока я лишь в некоторых общих чертах, общими мазками пытался дать следующую характеристику капитализму. Он живет, он развивается. Это система, которая может жить только тогда, когда она преодолевает внутренние противоречия и расширяется. И тем самым только, как мы знаем, по заветам Росбексимбурга капитализм может жить тогда, когда он все время расширяет свои сферы влияния и расширяясь, поддерживает и поддерживает становление процесса накопления. И вот нынешний процесс глобализации — это поиск нового пути, нового этапа, нового способа сотрудничества мировых глобальных центров накопления. И, наверное, в этом смысле было бы уместно в конце поискать место России на этой мировой карте, попытаться ответить на вопрос, может ли Россия вообще быть претендентом на роль, если не глобального гегемона, то хотя бы того участника мировой политики и экономики, с которой могли бы считаться и принимать во внимание наше место международного везде и не труда, не только как источника сырья и дешевой рабочей силы. Но, опять же, для того, чтобы ответить на все эти вопросы, нужно начать с этих двух фундаментальных вещей. В этой связи, Александр Андреевич, у меня к вам вопрос. Согнасты ли вы с тем, что капитализм и всю его историю можно рассматривать через призму этих двух фундаментальных процессов – глобализации и монополизации? Или сюда можно добавить еще какие-то его важные характеристики? Вы знаете, Олег, я вообще не стал бы сводить все это к процессам глобализации и монополизации. Дело в том, что это характеристики, но характеристики, как черт. Я вырос на традициях метода капитала, который исследовался Ильенковым, Вазюлиным, моими учителями, профессором Хессиным, его коллегами по экономическому факультету МГУ советской эпохи. И там было принято говорить о том, что Маркс справедливо сказал. Капитализм – это товар, деньги, капиталистическая эксплуатация с многообразием форм подчинения труда капиталу, особенный тип воспроизводства, и затем уже все остальное, включая движение к торговому, кредитному капиталу, акционерным обществам и распределению доходов источником доходов и так далее. Вот эта сложная логика, то есть представление о капитализме как о системе, в которой есть самые глубинные, самые важные характеристики, потом все ближе-ближе к поверхности, знаете, как дерево. Есть корни, есть ствол, есть крупные ветви, затем какие-то мелкие веточки и бездны листвы. Вот, соответственно, я, кстати, рекомендую всем посмотреть доклад, который сделан коллективом, его лидером является наш коллега, наш участник диалога Олег Олегович Камолов по проблемам глобализации и деглобализации. Это действительно материал, который содержит анализ большого объема источников и, прежде всего, зарубежных источников по данной теме, большой объем статистики, есть математическая модель, есть некое теоретическое обобщение, так что обратить внимание, обсуждение идет и активное. Прошу любить и жаловать сей труд. Да, в целом я бы рекомендовал нашим зрителям прочитать весь доклад целиком. Ссылку на этот доклад можно найти, будет, наверное, в описании к этому ролику, который сейчас с вами записываем. Также могу сказать, что можно зайти на канал «Простые числа» и вот на самом видном месте найти краткое изложение основных тезисов доклада, который мы с коллегами представили специально для тех, кому сложно читать большой научный текст с карандашом в руках. Все-таки получилась достаточно объемная работа, почти на 15 печатных листов, и каждый, наверное, найдет себе силы все это изучить. Но, в свою очередь, мы с коллегами, с Андреем Ивановичем Колгановым, тоже представили книгу «Глобальный капитал», где постарались показать, как изменился рынок, как изменились деньги, как изменилась система отношений эксплуатации, как изменились формы, в которых это все проявляется, и как это потом уже выходит на мировое пространство, каково пространственное измерение, но то, что сейчас называют глобализацией. И вот здесь действительно есть, на мой взгляд, глубокие изменения по сравнению с тем, что было 150 и даже 100 лет назад. Одно из них – это тотальность рынка. – Да, практически всегда человеческая жизнь, когда был капитализм, оказывалась подчинена рынку. Фетишизм товара, подчинение человеку, погоня за деньгами, вечный тип жизни, когда вещь важнее личности, когда деньги правят миром, и человек оценивается по тому, сколько у него денег. Эта система существовала всегда, но сегодня, в последние десятилетия, она приобрела тотальный характер и превратилась в совокупность отношений везде. Образование превращается в куплю-продажу образовательных услуг, причем даже там, где это государственный сектор. Начиная с детского сада развивается так называемая финансовая грамотность, внутрисемейные отношения, искусство, наука. Все это пронизывается сверху донизу вот этими путами рынка. Он охватывает все сферы человеческой жизни от начала до конца, превращая человека в человеческий капитал, а не только даже в рабочую силу, как товар. Это интересные изменения. Второе, связанное с этим прямо, то, что все больше продаются знаки, симулякры. У Бодрияра появились эти работы, наверное, впервые, о том, что продаются знаки даже. Вот эти бренды, это немножко более хорошего качества, но преимущественно это вешание лапши на уши. Вот есть правильная надпись на этикетке, значит, хороший товар, дорогой. Нет, значит, это ерунда. Вот это качественное изменение того, что продается. Продавать только вещи уже невозможно, надо продавать то, чего нет. Знак, у которого нет того, что он обозначает. Деньги становятся фиктивными, виртуальными, живущими вот в этом пространстве, тоже симулякрами. Вот все эти вторичные и третичные деривативы. Когда говорят надутый финансовый пузырь, что финансовых активов в десяток раз, в десять больше, как минимум в десять раз больше, чем валовый продукт, который они должны обслуживать. Капитал, который превратился преимущественно в систему спекуляций на финансовых рынках. Да, финансовый капитал Ленин определял как сращивание промышленного капитала с банковским. Но сегодня происходит не просто сращивание, сегодня финансовые институты и уже не только банки подчиняют себе. Причем не только промышленный капитал, но и все, вплоть до университетов. Вот финансиализация, подчинение финансовому капиталу, причем фиктивному финансовому капиталу. Вот еще одна черта. Эксплуатация крайне многообразная. Я с вами согласен, капитализм безусловно остается отношением товарного производства и обмена. Сто процентов да. Капитализм безусловно остается отношением преимущественно наемного труда и капитала, который так или иначе проявляет себя как частно-капиталистическая собственность. Но давайте посмотрим. С одной стороны, эта эксплуатация действительно стала всемирной, и там, где я раньше был крестьянин в феодальной системе, сегодня очень дешевый наемный рабочий. В этом смысле капитал Маркса и книги Ленина сверхактуальны для беднейших стран мира, для периферии, и для полупериферии. Индия, Россия, Бразилия. Прямо картинки из капитала Маркса. В центре ситуация несколько иная, и, скажем, эксплуатация креативного работника уже другая. Там присваивается даже не прибавочная стоимость, а интеллектуальная рента. Это вообще чисто паразитическая система, когда присваивают ренту, стригут купоны. Когда подчиняют себе даже уже не только работника интеллектуального, подчиняют себе культуру, паразитируют на культуре, паразитируют на природе. Вот вся эта система превратилась в то, что называется глобальной гедемонией капитала. Ну и, соответственно, да, все это завершается глобализацией, но глобализацией, которая понимается не просто как больше или меньше объем внешней торговли или больше или меньше поток капиталов. Дело в том, что еще давно, где-то в конце 20 века, глобализацию определили как переход к взаимодействиям глобальных игроков, в частности, корпораций, всеми мировых организаций, надгосударственных, межгосударственных, а не к взаимодействию национальных государств. То есть глобализация живет в той мере, в какой у нас в Москве конкурируют, я не знаю, там Тойота с Мерседесом, а не Япония с Соединенными Штатами и Россия. И Россия практически не присутствует или присутствует в каком-то очень узком анклаве не очень качественных и дешевых машин. В этой мере сохраняется глобализация. Приезжаешь в Китай, голливудские фильмы, американские и европейские бренды в перемешку с китайскими, приезжаешь в Америку, китайские бренды в перемешку с американскими и европейскими. В Бразилии все три, в России все три. В этой мере глобализация остается, хотя одновременно усиливаются межимпериалистические противоречия. Здесь я с вами согласен, мы возвращаемся к ситуации, близкой к началу 20 века, накануне Первой мировой войны. Это и трагедия, и угроза, и одновременно вызов для левых. Вот насколько вы согласитесь с тем, что я несколько иначе взглянул на специфику капитализма, чем вы, ну и с тем, что, мне кажется, процесс деглобализации сильно преувеличен. Если посмотреть на меру власти корпораций, на то, какова их сила по манипулированию людьми в любых точках земного шара, то здесь, к сожалению, изменений качественных не произошло. Мы как были, так и остаемся марионетками, которыми управляют транснациональные корпорации. И в России в большинстве случаев это не российские транснациональные корпорации, а чьи-то транснациональные корпорации. Достаточно пройтись по Тверской, чтобы даже в России, которая в кольце санкций, не увидеть ни одного российского магазина, ну, может быть, с небольшим исключением. Я уж не говорю о магазинах электроники, в которых сплошные товары транснациональных корпораций. Ну, как всегда, это американский бренд с китайской сборкой или производством, либо уже сейчас китайский бренд, да, иногда с сборкой какой-то другой страны. Я уже, как бы, более отсталый, чем Китай. Вспоминается ваш очень интересный пример, который я услышал на первой лекции, которую посетил в вашем исполнении. Это пример про реку Волгу, которая непременно течет с севера на юг и обязательно придет с верховья в море, но на каких-то своих этапах она может течь даже вспять. То же самое можно сказать про историю капитализма в разрезе глобализации. Действительно, вся история капитализма — это история глобализации. И как я уже сегодня говорил, ссылаясь на Розу Люксембург, капитализм живет только пока расширяется. И отсюда глобализация — это неотъемлемое свойство капитализма, его, скажем так, источник, его внутренней энергии, его инерция капитализма исходит из логики глобализации. Но только надо понимать, что этот процесс нелинейный. И в какой-то момент глобализация может ускоряться, а в какие-то моменты даже свертываться и идти по пути противоположным. В чем выражается глобализация? Я согласен с вами, что, может быть, не совсем верно концентрироваться только на эмпирической части процесса глобализации. История глобализации даже некоторые исследователи утверждают, что Маркс был чуть ли не автором понятия глобализации. Приводят цитаты, которые, вообще говоря, мне не удалось верифицировать и отыскать что-то подобное не в российском варианте полного собрания сочинений, не в англоязычном варианте, но, тем не менее, понятно, что Маркс глобализацию не игнорировал как экономическое явление. И даже в одном из своих выступлений, стенограмма которого присутствует, речь Маркса присутствует в его собрании сочинений, сейчас, к сожалению, точно не помню, но можно будет ссылку найти как раз в нашей работе, Маркс, говоря о глобализации, о интернационализации, о формировании системы международных рынков, приветствует это явление, утверждая, что оно крайне необходимо для того, чтобы как можно скорее раскрыть внутренние противоречия капитализма. То есть, чем быстрее будет происходить процесс, как мы сегодня сказали, глобализации, Маркс там немножко иные синонимы подбирал к этому понятию, тем скорее противоречия капиталистической экономики пронизают все мировое хозяйство и, как следствие, приведут капитализм к его естественному краху. Поэтому мы можем рассматривать глобализацию как позитивное явление, опять же, в том плане, что это естественная часть исторического развития и с позиции исторического материализма глобализация приближает крах капитализма и переход к следующей ступени общественного развития, к следующему способу производства, к следующей формации уже, основанной не на эксплуатации человека человеком, а на совершенно иных принципах социалистического устройства. Это тема для отдельной дискуссии. Так вот, все же, для того, чтобы понять, как ведет себя капитализм в разрезе глобализации, как скоро он идет по этому пути и что ему препятствует на этом пути, и какие барьеры естественные и искусственные могут здесь возникнуть, необходимо изучить всю историю капитализма, по крайней мере, не хотя бы его промышленного этапа, эпоху промышленного капитализма, и попытаться отыскать там такие закономерности, которые позволят нам хотя бы в общих чертах понять, а что же происходит в мировой экономике сегодня. А мы не можем не признать, что современный капитализм имеет такие особенности, по крайней мере, в своей политической стороне, да и в экономической тоже, которых не было еще 15-20 лет назад. Уже, кажется, давно забыты на те времена, когда российская власть дружила с Соединенными Штатами, входила в большие восьмерки, в двадцатки, во все другие мировые объединения с наиболее развитыми капиталистическими западными странами, когда Россия активно просилась в ВТО, и сказать что-то плохое про Соединенные Штаты было просто, можно сказать, маритоном в политическом пространстве, и сегодня все поменялось, с ног на голову перевернулось. Сегодня Соединенные Штаты главный враг, а англичанка продолжает нам гадить и портить статистику по буронарастущему российскому ВВП. И если бы не они, так давно бы уже мы преодолели все внутренние внешние вызовы и противоречия. Так вот, что же случилось? Почему многие страны мира, не только Россия, но и Китай, и Бразилия, и Индия, да и сама Европа с Соединенными Штатами вообще резко поменяли риторику в общении со своими партнерами и оппонентами. Что же случилось после кризиса 2008 года, что заставило идеологов ВТО, идеологов глобализма выглядеть просто доисторическими динозаврами. И, в общем, даже та структура, такая структура, как ВТО, которая все еще формально сохраняется, и в нее входит большинство стран мира, по сути представляет собой совершенно никчемное, бессмысленное образование к философии, к логике, к правовой системе которой страны обращаются все реже и реже, решая свои экономические противоречия путем введения санкций, тарифов, разных форм экономических и политических и миграционных ограничений, которые ранее были просто неприемлемы в рамках философии ВТО. Так вот, если мы посмотрим на историю капитализма, его промышленного этапа, то обнаружим, что такое состояние экономики, капитализма и политики капитализм переживает не впервые. Уже неоднократно капиталистическая система вступала в эпоху деглобализации, которую можно попытаться количественно определить через изменение глобальных потоков капитала, товаров, услуг, рабочей силы. Ну и, собственно, тот самый период, который Ленин описывал, как империализм, именовал его высшей стадии капитализма, ну, многие полагают, раз высшая, значит, последняя. И вот, дескать, ошибся Ленин, сказал, что на смену империализму уже придет, собственно, социализм, но ничего не пришло. И наши оппоненты утверждают, что, в общем, сама теория империализма отсюда бесполезная, бессмысленная и научно необоснованная. Но когда Ленин говорил о империализме как высшей стадии капитализма, он, очевидно, не в виду высшая не как последняя, а как такая форма и такая стадия капиталистического развития, после которой уже новых не появится. В общем, оказался прав. Мы продолжаем жить в условиях империализма, просто этот империализм внутри себя немножечко видоизменяется и приобретает разные формы и очертания, меняясь немножко внутренне и внешне, в зависимости от определенных условий, в которых существует мировая экономика. Какие это условия? В первую очередь, это условия технико-экономической цикличности. В нашем исследовании мы сделали основной акцент на исследование этой стороны промышленного этапа развития капитализма через исследование смены технологических укладов. Вся история вот этой части промышленного капитализма представляет собой переход от одного технологического уклада к другому. Технологический уклад можно идентифицировать через господствующую технологию, которая является главным источником излечения прибавочной стоимости на определенном этапе физического развития. В какой-то момент времени главным господствующей технологией, приносившей максимальные прибыли, был паровой двигатель, потом двигатель, основанный на электрической тяге, затем нефтехимия, электроника. Ну и вот сегодняшний шестой технологический уклад, к которому мировое сообщество постепенно переходит, будет основан на так называемой бикс-конвергенции, как утверждают специалисты по этой теме. Это, условно говоря, объединение дисциплин разного рода в единую такую академическую сущность, которая в конечном счете создаст научные знания нового качества и позволит достичь небывалых ранее научных высот, а в частности объединить человеческий мозг с компьютером, тем самым безгранично расширить вычислительные мощности современной компьютерной техники, а значит дать новый толчок к развитию IT, электроники, распространению информации и тем самым создаст предпосылки для появления новых отраслей, в которых норма прибыли будет значительно выше, чем на предыдущем этапе. И тем самым та страна, которая раньше остальных оседлает, освоит эту новую технологию, и станет лидером нового технологического уклада, она и будет мировым гегемоном, и капитализм сделает еще один виток в рамках цикличности своего развития, и тем самым мы, преодолев эпоху деглобализации, вновь перейдем на этап эскалации глобализма, но уже с новым глобальным лидером. Глобализация и деглобализация связаны со сменой технологических укладов. На этапе широкого распространения технологического уклада, когда какая-то страна уже стала технологическим лидером и распространяет свое влияние на внешний рынок, она заинтересована в том, чтобы снимать торговые барьеры и является главным поборником глобализации, какими были Соединенные Штаты, например, в последние десятилетия. На этапе смены технологических укладов, когда между крупнейшими странами, между крупнейшими экономиками начинается борьба за технологическое лидерство, каждый из них заинтересован в обратном, в свертывании механизмов глобализации, в ограничении свободы торговли, в закрытии своих национальных границ от внешнего влияния для того, чтобы сконцентрировать ресурс для освоения приоритетных передовых отраслей, основанных на новом технологическом укладе. Так вот, это и есть технико-экономическое объяснение цикла глобализации. Есть и другое, мы о нем, возможно, более подробно поговорим, это уже относится к трудам Самира Амина и других исследователей о Риге. В рамках миросистемного анализа связано это с сменой гегемона системного цикла накопления капитала. Вместо США, возможно, новым лидером мировой экономики станет Китай, если с Дюжет Соединенными Штатами не сможет побороть их экономически и политически. Но это тема для отдельной дискуссии, но, тем не менее, тоже. Это также можно использовать как один из факторов, объясняющих логику деглобализации. Мир находится в состоянии борьбы за место нового гегемона между крупнейшими игроками мировой экономики и политики. И это объясняет смену политической и экономической парадигмы крупнейших игроков мировой, собственно, политики и экономики. Спасибо, Олег. Извините, коллеги, я еще не до конца оправился от болезни. Поэтому кашляю, тут никаких намеков нет ни на что. Я хотел уточнить вот какой вопрос. Вы справедливо и очень интересно акцентируете проблемы внешнеэкономических взаимодействий. В данном случае, наверное, есть важный вопрос. А что меняется в сущности капитализма, если на место, скажем, европейской компании придет американская, ну или британская американская, или на место американской придет китайская? Вот такая какая-то серьезная, глубинная природа капитализма изменится или нет? Это раз. И два. В какой мере оказывает влияние, скажем, на реальное отношение рынка не с точки зрения того, чей лейбл стоит на той или иной потребительской шмотке, а с точки зрения, это вообще люди шмотки покупают или что-то другое? Вот эта смена мировых лидеров. Как это влияет на то, как эксплуатируют людей внутри США, внутри Китая, внутри России? Вот Россия сейчас покупает оборудование преимущественно от Китая, а не от США. Да, или не от Европы. Ну, не преимущественно, примерно 50-50. Раньше были в основном западные на 90%. Сейчас из этих 90% половина китайская, половина западная. Ну, условно. Людей как эксплуатировали методами капитала 19 века, так и эксплуатируют преимущественно. Насколько все-таки действительно важны вот эти процессы, которые вы описываете? Насколько они влияют реально на ситуацию, которая характерна для работника, для коллективов трудовых, для форм эксплуатации, для специфики рынка и так далее? Это не подковырка, это просто действительно очень важный вопрос. Я думаю, у вас есть ответ на него. Я, в общем, начал еще первый ответ на ваш первый вопрос с утверждением о том, что капитализм по сути своей не изменился. Он остается эксплуатарской формацией, основанной на рынке рабочей силы, рынке капитала, товарном производстве. И в этом смысле не так важно, кто является мировым гегемоном. Соединенные Штаты, Великобритания или Китай. Капитализм остается капитализмом. Но, тем не менее, игнорировать процесс смены глобального гегемона мы не можем, поскольку это напрямую влияет на качество жизни в отдельных странах, у отдельных народов, поскольку это качество жизни зависит от места той или иной страны в международном разделении труда, в этой глобальной капиталистической мир-системе. Если лет 30 назад Советский Союз, ну, там, 35 лет назад, Советский Союз находился на более высоком ступени развития, чем Китайская Народная Республика, и всячески способствовал и помогал ей развивать собственную промышленность, образование, науку, культуру, то сегодня Россия с Китаем, пожалуй, поменялись местами. И теперь уже у России. России надо было Китаю многому поучиться, если бы она захотела это сделать. О чем это говорит? Это говорит о том, что прошедшие 30 лет Китай использовал для собственного укрепления и накопления внутренних ресурсов, который теперь позволяет ему бросить вызов наиболее развитым капиталистическим странам западного мира. Россия 30 лет деградировала, теряя потенциал полученного наследства от Советского Союза. И теперь уже просто не способна включиться в эту самую гонку за глобальное господство. В этом смысле участь России зависит от того, кто победит в противостоянии Соединенных Штатов и Китая. Чьей периферией мы станем? Китайской периферией или останемся периферией Европы и Соединенных Штатов? Это важный вопрос, поскольку если Китай политически и экономически одержит победу в противостоянии Соединенными Штатами и займет место в центре мирового капитализма, на вершине глобальной миросистемной пирамиды, то непременно с этой вершины должен будет кто-то подвинуться. И в соответствии с результатами нашего исследования мы приходим к такому очень аккуратному выводу, что главным претендентом на движение вниз по этому политическому лифту является Западная Европа, которая уже давно пребывает в состоянии затяжного политического и экономического кризиса, кризиса евроинтеграции, в конечном счете кризиса, основанного на отсутствии источников долгосрочного роста. Обратите внимание, как медленно растет европейский ВВП, насколько значительно там упал уровень оплаты труда за последние десятилетия, в реальном выражении современные европейцы в Германии, в Италии, в Франции, в Испании получают меньше, чем их родители. Хотя производительность труда за то же время значительно выразила. Но либерализм ударил и по странам центра тоже, создав там глубокие противоречия, не позволяющие сегодня Европе, в общем, не то чтобы не позволяющие, но мешающие Европе сегодня защитить свое господствующее положение в мировой экономике, по крайней мере, на вторых ролях после Соединенных Штатов. Так вот, в зависимости от того, кто в этой глобальной битве победит, будет распределяться мировой экономический пирог. Кто станет новой периферией, а кто займет место центра. И вполне возможно, хотя и не очевидно, но мы можем такое предположить, что новым лидером станет Китай. А значит, он будет создавать свою собственную периферию, эксплуатировать ее природные ресурсы, эксплуатировать дешевую рабочую силу в этих странах. Он уже это делает. 16 стран, выделенные аналитической компанией Stratford, куда приходят китайские инвестиции, куда Китай будет постепенно переносить производство, по мере того, как его рабочая сила дорожает. Это и Латинская Америка, это и Африка, это и Океания, это и, кстати говоря, отчасти и Россия, хотя в меньшей степени, скорее Китай нас рассматривает как источник сырья, как источник природных ресурсов. Я понял позицию, что быть полупериферией по отношению к Китаю, наверное, лучше, чем быть полупериферией по отношению к Западу, и что Западная Европа, скорее всего, но я чуть-чуть утрирую. Вы сейчас меня поправите. Если Западная Европа, скорее всего, закатится, правда, Шпенглер это обещал сто лет назад, ну, наверное, это произойдет с вашей точки зрения, я не уверен, если честно, потому что по многим технологическим и социальным результатам Европа по-прежнему является лидером по отношению к другим странам. Хотя вы правы, да, реальная зарплата снижается, и в США реальная зарплата работников снижается. Это очень важный тренд, тут с вами я 100% согласен. У меня все-таки очень важный вопрос вот какой. Насколько мы можем говорить, что успех Китая это продукт перестановки внешнеэкономических, геополитических, как сейчас говорят, я не люблю этот термин, отношений, или просто вот в зависимости от того, как строятся экономические отношения внутри страны, какая модель капитализма или полукапитализма, полусоциализма выбирается в стране. В зависимости от этого и меняется положение этой системы в мире. И это следствие, а не причина. Следствие, конечно, которое оказывает обратное влияние. Но первично все-таки то, что Китай пошел по пути, где сильный государственный сектор, сильное государственное регулирование, элементы планирования, многое другое, да, высокий уровень концентрации инвестиций, причем при больших программах государства. Соединенные Штаты пошли по модели неолиберального капитализма. Когда Европа шла по модели социального рыночного хозяйства, это тоже капиталистическая система, она развивалась темпами, близкими к Китаю, и очень быстро догонял Соединенные Штаты. Может быть, все-таки дело в консерватории, может быть, дело в том, какие формы рынка, какие формы регулирования рынка, какие отношения капитала и труда, какая доля социального партнерства, какая доля теперь распределения валового продукта, есть он или нет, или неолиберальная модель, платное или бесплатное образование. Вот что первично. А место в геополитической системе, которая меняется, чуть больше фритредерства, чуть больше протекционизма, в зависимости от тех или других этапов, это уже следствие. Как, на ваш взгляд, правильно? Я с вами согласен. Здесь для того, чтобы оценить причину успеха Китая и попытаться перенести это на российский опыт, нужно рассмотреть это с позицией, во-первых, как вы правильно сказали, особенности социально-экономического устройства самого Китая. Здесь нельзя не отметить очень важную роль государства в китайской экономике, использование механизмов экономического планирования, большую долю государственной собственности, которая, кстати, сегодня, к сожалению, ну, к счастью, объективно, Китай сокращается, даже по данным китайской статистики, государство также проводит политику приватизации, просто не такую явную и открытую, как в России или каких-то других подсоветских странах, но доля госсектора там уже вплотную приблизилась, даже уже, по-моему, пересекла отметку в 50% доли активов, находящихся в государственной собственности. Да, меньше, да. Это сильно выше, чем в России, где там порядка 20% активов только у государства, но это значительно меньше, чем было ранее. Но, тем не менее, именно особенности такого, даже не сказать нерегулируемого, а управляемого капитализма, управляемого государством, управляемого общественными институтами, позволило Китаю решить многие социальные проблемы, и если не врут китайцы, я уж не знаю, не доводилось мне там бывать, но утверждается, что Китай смог преодолеть проблему острой нищеты и голода, и в Китае нет сегодня ни одного голодающего человека. Ну, возможно, это так, и это, по крайней мере, не звучит удивительно. Но, с другой стороны, важно понимать, что все эти успехи китайской модели были бы невозможны без специфической роли Китая в глобальной экономике, вот тех самых вирсистемных отношениях. Ведь источником индустриализации Китая стали внешние инвестиции, приходившие из Соединенных Штатов. Известные ухищрения Генри Киссинджера попытки поссорить Китай с Советским Союзом и спекуляция на противоречиях между Китаем и Советским Союзом сделала Китай, по сути дела, одним из союзников Соединенных Штатов, который использовал его в качестве собственной периферии, направлял туда избыточный капитал в условиях перенакопления и падающей нормы прибыли, осуществлял вот тот самый вывоз капитала по Ленину, создавал там производство мощности и сегодня, по сути, взрастил себе конкурента, так же, как когда-то Великобритания взрастила Соединенные Штаты в виде собственного противника, оппонента, который заместил Великобританию на этой верхушке пирамиды глобальной мирсистемы и, собственно, гегемоном мировой экономики стали США после падения Великобритании. Ну, не падения, а ограничения ее господствующей роли гегемона. Так вот, если бы не глобальные потоки капитала в условиях неолиберализма, если бы не та самая глобализация, которая выражалась в масштабном переносе производств из центра на периферию, такого стремительного взлета Китая бы не состоялось. Так не состоялось взлета российской экономики, государству, которое, конечно, было убого, отстало и ни в чем, ни на что не способное, но при этом Россия и не могла повторить путь Китая, поскольку у нас нет такого количества дешевой рабочей силы, такой дисциплинирной рабочей силы. Россия представляет собой ценность для западного капитализма в виде источника сырья и природных ресурсов, и в этом смысле эту роль за нами и закрепили, опять же, в той самой мировой системе капиталистических отношений. Китай же смог воспользоваться открывшимся окном возможностей. Я бы не сказал, надо неправильно говорить про Китай в целом, поскольку Китай слишком сильно социально разрозненное, расслоенное, диверсифицированное общество, где небольшая кучка олигархов живет не, в пример, лучше сотни миллионов простых рабочих и крестьян, которые еще, по крайней мере, 10 лет назад жили в абсолютной нищете, а сегодня, да, жизнь их чуть более благополучная и складная, но какую цену они за это заплатили? Я люблю обращаться к этому примеру. Мы с вами, Александр Владимирович, сейчас сидим, ну, вы в теплой квартире, я в теплом автомобиле, и мы с вами ведем диалог о актуальных проблемах современного мира. В это время китайский рабочий вкалывает, наверное, какой-нибудь 14-й час своей трудовой смены на заводе, собирающем айфоны или какие-нибудь другие западные гаджеты, которые потом будут приносить прибыль китайским олигархам и американским магнатам. И в этой связи китаец, простой китаец, заплатил слишком высокую цену за этот экономический рост. И я не уверен, что этот путь является единственно правильным. Но, наверное, иначе Китай бы не мог развиваться. Не было иного пути для Китая в конце 20-го века. Но все же надо понимать, что этот путь совсем не без издержек. И это далеко не образец для подражания в моем понимании, в моей системе ценностей, поскольку, опять же, вот Китай еще переживает большой объем внутренних противоречий, которые не были преодолены, несмотря на просто нечеловеческие усилия, которые простой китаец прилагал для того, чтобы вывести свою страну в лидеры мировой экономики и политики, коим сейчас является Китай. И вот как раз таки из-за того, что Китай использовал дешевую рабочую силу в качестве ключевого двигателя собственно экономического развития, он попал в ту ловушку, из которой он не может выбраться уже 10 лет. Как раз с начала мирового экономического кризиса и с начала эпохи доглобализации, когда для Китая стали закрываться внешние рынки, закрываться естественным путем еще до введения протекционистских мер, санкций и других ограничений против китайской экономики. Европа, Соединенные Штаты стали предъявлять меньший спрос на китайские товары. И тут же темп роста китайского ООП стал сокращаться. С былых 14% в 2007 году до 6% и ниже, а в пандемии годы так и того меньше. Возвращаясь к нашей стране, Россия занимает специфическое место, вы использовали, как и многие другие авторы, до вас, и думаю, будут использовать после вас термин полупериферия. Термин, я поясню просто для тех, кто нас смотрит, введенный в оборот школой миросистемного анализа. Это Эммануила Варленстайн, Андрея Гюндер-Франк, Самир Амин, ряд других выдающихся ученых. Но, видимо, интересно было бы посмотреть, а в чем специфика полупериферийного капитализма с точки зрения производственных отношений, экономических отношений? В чем специфика рынка, специфика государственного регулирования, специфика отношений труда и капитала, специфика эксплуатации? Вот в этих сферах как бы вы охарактеризовали страны полупериферии, ну, прежде всего, нашу с вами страну, которой мы живем и которую любим? Россия является типичным примером полупериферийной экономики, которая, с одной стороны, находится в подчиненном положении относительно Европы и Северной Америки, а с другой стороны, имеет собственную периферию в лице некоторой части постсоветского пространства. Самым очевидным примером российской периферии являются страны Средней Азии, которые снабжают российскую промышленность, строительство, ЖКХ, дешевой рабочей силой. Россия использует этот ресурс, российский капитал использует этот ресурс для минимизации издержек своих компаний и тем самым переносит часть бремени собственного кризиса на свою собственную периферию. В этом, кстати, очень важное свойство глобальной миросистемной модели. И это свойство заключается в том, что центр переносит на периферию бремя собственного кризиса. Соединенные Штаты это могут делать, например, за счет эмиссии доллара, просто за необеспеченные напечатанные на принтере или имитированные электронным образом денежные знаки обменивать на реальные товары и услуги, созданные человеческим трудом. Так Россия, используя рубль во внешней торговле с периферийными странами, входящими в зону российского влияния, Белоруссия, Киргизия, Армения, ну и, собственно, страны Средней Азии, может использовать их ресурсы для компенсации внешних вызовов для себя, для компенсации потерь, вызванных кризисными процессами в мировой экономике, так и в российской тоже. Так вот, свойством полу-териферийной российской модели является то, что у нас, с одной стороны, экономика крайне примитивная, однобокая, сырьевая, хотя, конечно, есть и элементы некоторых прогрессивных отраслей, скажем, связанных с оборонкой, но их более невелика. Но все же, в России есть собственные транснациональные корпорации, такие как Газпром, Роснефть, Росатом, вот опять же, тот же Алмаз-Антей, который экспортирует вооружение в разные страны мира. И, с одной стороны, имея собственные транснациональные корпорации, российский капитал пытается, иногда стихийно, иногда осознанно, просто вот двигаясь, будучи мотивированным законом рыночной системы, бороться за сферы влияния вне своих национальных границ. Видим, как российский капитал отчаянно хватался зубами за Украину, хотя проиграл этот регион. Сейчас непонятно, что происходит в Казахстане, который тоже уходит из сферы российского влияния. Напрочь потеряна Прибалтика, уже и никто не вспоминает о Восточной Европе, которая когда-то в начале 90-х считалась сферой влияния российского капитала. Неизвестно, что будет с Белоруссией после ухода Лукашенко с поста президента, останется ли она в российской периферии российским вассалом и сателлитом российского капитала. Так вот, попытки расширить сферу своего влияния, сферу влияния российских трансостральных корпораций заставляет российское государство иногда вести себя достаточно агрессивно в политическом плане и проявлять себя как такого регионального империалиста. И отсюда многие пытаются ставить знак равенства между Россией и Соединенными Штатами и там, и там империалисты, поскольку и те, и те используют и военную агрессию, и политическое давление на отсталые страны для решения своих сиюминутных или стратегических задач. Но у России возможности в этом отношении сильно ограничены, поскольку, опять же, наш капитализм все же остается периферийным, хоть и полупериферийным, а значит, слабым технологически, слабым политически, слабым с точки зрения влияния на мировую экономику. Ну, все помнят, как Миллер обещал триллионную, значит, капитализацию Газпрома, который догонит по этому показателю Apple. Ну, в общем, с 2000-х годов прошло уже много лет, а Газпром только сократил свою капитализацию на бирже, не только не догнал Apple, но и, в общем, существенно ухудшил свое положение в финансовом секторе современной экономики. Вот. Как это влияет на положение простых людей? Ну, вот так же противоречиво. С одной стороны, мы являемся потребителями части империалистической ренты, которую Россия извлекает за счет эксплуатации собственной периферии. Например, мы все с удовольствием ходим по дорожкам, которые подметают гастарбайтеры Средней Азии, и тем самым тоже являемся бенефициарами эксплуатации этого дешевого труда, этой дешевой рабочей силы. Но, с другой стороны, так же, как и в странах центра, мы получаем проблему обострения конкуренции на рынке рабочей силы. Как в Соединенных Штатах упали зарплаты, и в Западной Европе упали зарплаты, о чем мы сегодня говорили. Почему? Потому что мировой рынок рабочей силы сильно расширился из-за включения Китая. Так и в России зарплаты не растут из-за активного использования труда мигрантов. Это как бы то, что роднит Россию со странами-центром. Мы отчасти испытываем такие же проблемы. Но, с другой стороны, мы остаемся чисто периферийной сырьевой экономикой, которая работает на внешней рынке. И в этом смысле мы очень похожи на любую сырьевую, банановую страну, которая испытывает колоссальные внутренние социальные проблемы, как какой-нибудь Пакистан, который является крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции, но при этом находится в списке стран, испытывающих острую проблему голода. Это один из лидеров мирового списка голодающих стран. Пакистан. При том, что он является крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции, но направляет ее не на внутренние рынки, а на внешние. То же самое происходит с Россией, которая, добывая нефть, алмазы, металл, производя большой объем древесины или зерна, не направляет это на удовлетворение внутренних потребностей внутреннего рынка, а пускает на рынки внешние. Что, кстати, в Казахстане случилось, как мы знаем, собственно, это и привело к эскалации политической напряженности, когда цены на газ резко взлетели, в то время как Казахстан является одним из лидеров мировой экономики по добыче этого вида топлива. Но внутренний рынок оказывается недонасыщен этим товаром, что приводит к росту цен. Так же, как и в России, растут цены на металл, на бензин, на все что угодно, при том, что урожаи и заготовки рекордные в этом и в прошлом году. Я позволю себе буквально несколько слов в заключение. За три минутки мы обещали быть в рамках минут пятидесяти, но, скорее всего, у нас получится час. Извините. Я хотел просто поблагодарить Олега. Действительно, вот эти все моменты очень принципиальны и значимы. Ну и подчеркнуть, что внутри России есть большая действительно специфика, связанная не только с той или иной ситуацией во внешнем мире, но и с тем, что у нас возникли отношения рынка, которые регулируются, к сожалению, преимущественно теневым государственным воздействием. Это не долгосрочные программы развития, такие, как Китай или как они были во Франции, я уж не говорю о Советском Союзе. Это воздействие тех или других чиновников, тех или других лидеров региональных, отраслевых, причем часто коррупционное воздействие на бизнес, в результате которого плачет бизнес, но он-то теряет мало, а вот люди теряют огромное количество ресурсов, которые из государственного бюджета уходят в карман тех, у кого в руках собственности, а не в карман граждан и не на развитие производства и промышленности. Вот это теневое государственное регулирование, вассальная зависимость внутри страны. Это система отношений собственности, в которой, к сожалению, очень велики традиции феодального, действительно, в этом смысле я соглашусь с теми, кто говорит, что у нас капитализм полупериферийный, любая полупериферия включает всегда элементы добуржуазных отношений. Этот полупериферийный капитализм, в котором сегодня у нас бизнес находится в состоянии вассала у государственного чиновника, и в то же время государственный чиновник, государственные корпорации очень часто ведет себя как частная корпорация, работая на интересы топ-менеджмента и накопления капитала, а не на интересы общества в целом. Это касается положения рабочих, которые не имеют практически никаких прав на самоорганизацию, и в этом смысле рабочие в России находятся в положении таком, каком находились в странах капитала, когда они только выходили из феодализма, и создание профсоюзов преследовалось и политическими, и другими формами насилия. Вы хорошо знаете, как это происходит. Был замечательный фильм, и есть, можно его найти за Маркса, показывающий, насколько трудно бороться рабочим. У Людмилы Булавки есть книга нонконформизма о борьбе работников за свои права, есть целый ряд других материалов. Посмотрите на сайтах независимых профсоюзов, как это происходит. И в этом смысле вот эти отношения, где развивается полупериферийный внутри страны, они действительно являются тормозом и технологического развития, и, что не менее важно, являются тормозом социального развития, усиливают то неравенство, которое, в принципе, порождает капитал и наемный труд, усиливают те противоречия, которые можно было бы снимать даже в рамках реформируемого капитализма. Не говоря уже о возможности и необходимости качественного изменения общественной системы, в чем мы с Олегом Олеговичем Камоловым, я думаю, полностью согласны. Уважаемые коллеги, извините, товарищи, что у нас ситуация разговора интересного оказалась все-таки вынужденно ограничена. Мы стараемся придерживаться нашего стандартного регламента. Огромное спасибо Олегу, если у него будет возможность и интерес, я думаю, будет неплохо и даже полезно, если мы продолжим наш диалог, ждем ваших откликов. темой может стать и продолжение разговора о России и вопрос о том, насколько возможно и целесообразно реформирование капитализма внутри капитализма, развитие новых общественных отношений, скажем, бесплатного образования, здравоохранения, таких форм перераспределения прибыли, как прогрессивный подоходный налог внутри капитализма, или исключительно борьба за революцию, или мы можем говорить, что эти реформы есть подготовка будущих качественных изменений, ну и так далее. Ну и поскольку наш эфир идет в общественное пространство, мы всегда говорим о том, что качественные изменения, революция, это не то нелегитимное насилие, о котором принято говорить обычно в критике любых качественных изменений, речь идет прежде всего действительно о качественных изменениях в экономической, социальной, политической системе, которые вполне могут происходить в самых позитивных, конструктивных, мирных и демократических формах, как происходит в частности в Латинской Америке, сейчас в Боливии, как победил на выборах Чавес в Венесуэле, как победили в свое время на выборах испанские левые в 1936 году. Огромное спасибо Олег Олегович за то, что включились в наш разговор и до новых встреч на YouTube канале Альтернатива. До свидания. Спасибо за диалог. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова